Девушки отдыхают Трубопрокатный завод И, честно говоря, то, что я вижу вокруг себя Давайте посмотрим Достаточно видеть цвета В какие выкрашены здания Хотя бы даже Вот это явно старая цеха Вот здесь вот это новый цех Уже, видимо, видно, что свежак Но общая гамма Обратите внимание Это какой-то технопарк Или старый завод Переделанный под новые офисы Под лофты Ну, посмотрите, как-то весело все выглядит Конечно, сегодня и день яркий такой, солнечный Но в целом, обратите внимание Смотрите, труба Старая труба Посмотрите, в какой цвет она сделана И вообще вот Смотрите, фиолетовый Вот, смотрите Это же весело Это же, ребята, весело И желто-черно-красный цех Теперь мы посмотрим с вами Да, на трубу Вроде бы мелочь Все равно ее красить Да, в какой-то цвет Все равно краска будет потрачена Давайте сидим в окошечко Я вот так вот сюда верну Да, но это все же выглядит Действительно Как предмет искусства Здесь могла бы располагаться Какая-нибудь арт-галерея Вот первое ощущение А посмотрите, как чисто Смотрите, белые Совершенно непокосные бордюры Свежая трава Молодая, да Много зелени, деревьев Какие-то вот Смотрите, направо Смотрите, вот цветники Самые настоящие цветники Вы видели когда-нибудь Производственную территорию Которая была бы так же оформлена Здесь реально просто А вот рабочие тут, смотрите Вот как выглядит Рабочие этого предприятия Оранжевая майка И белые штаны Никаких строгачей Черная ткань Белые полоски Хотя и адидас К слову сказать Ну вот и сене Вот так вот Панорамочку, да Просто панорамочку Вот мы едем По территории завода И здесь, представьте Фонтаны И уголки зеленые Ну это Мы не специально показываем Мы точно Просто въехали И показываем вам Как здесь Все обстоит А вот там За забором Смотрите За железной дорогой Обычные цеха Видите Просто тупо серые Бетонные Стены Да Совершенно обычные И посмотрите Как С каким С какой неохотой Уходят со смены Люди с завода Посмотрите Они хотят Снова вернуться На свой завод Потому что Им здесь хорошо Господи Какая женщина Да Ну вот смотрите Ребят Приятно На что строятся Строятся новые цеха Обратите внимание А рядом Вот забор Который отделяет Видимо Этот заводской комплекс От других Ну можно было бы Просто профнастил Да Использовать там Зеленый Или коричневый Как на дачах Люди у себя делали Вот здесь запарились И из разных Смотрите Цветных кусков Сделали вот такой забор Я не хочу сказать Что это такое Высокое искусство Но все таки Это внимание К тому Чтобы было не так обыденно Не так пресно Да Потому что смотрите Вот здесь вот стройка Да новая На север справа А левее Да А левее Вот цех уже Я не знаю То ли это сайдинг То ли на старые корпуса То ли это совершенно новый цех Мы об этом еще ничего не знаем Но выглядит все очень достойно Посмотрите А деревья А вот посмотрите Пожалуйста Это что Сеня Это у нас Сакура Правильно Я всегда мечтал Увидеть Сакуру И я увидел это На Челябинском Трубопрокатном Друзья мои Ну вы только что Посмотрели нашими глазами На то Как выглядит этот завод А еще раз напомню Это не арт объект Это не выставочный центр И даже не Территория под лофты Это действующее предприятие Оно выглядит круче Чем многие Ну такие вот Искусственно созданные Или на месте старых руин Или просто Хрен знает как Объекты Да Здесь все говорит о том Что здесь Что-то модное происходит Посмотрите вот в ту сторону Да Ну вы можете себе представить Чтобы на заводе Было так Или вот например так Вот смотрите какой Галерея переход Да Здесь просто прикольно Мне кажется сюда надо Наводить детсадовские группы Чтобы они С малолетства Вот заводчан Здесь надо растить С малолетства И вот посмотрите Это прекрасная Нелли У нее очень красивые ноги И Вадим Николаевич Первый заместитель начальника Ну Вадим Николаевич говорит Что в шортах еще никто не приходил Но мне кажется На этом объекте В 33 градуса Это самое то Чуть-чуть Несколько слов Буквально Перед тем Мы увидим И в первый раз посмотрим Да Это впечатляет Когда лев поднимется Это впечатляет А кто был идеологом того Чтобы оформить заводскую территорию Вот таким образом Так весело И так солнечно Нет Ну у нас Идеолог Это один акционер Комаров Андрей Ильич Это все он Он нанял специальную группу поддержки Это ее программа Такой же вот Активный как вы Николай фамилия Значит он в Москве все это разработал Сюда все внедрил Мы трижды это все переделали Трижды перекрашивали А зачем вот сама идея Сама идея Чтобы люди вот не такие Вот как показывает у Дулина Которые там ходят по цеху Ну это хомосексуалисты Они и угрюмые Да это понятно Которые все грустные Все в мазуте У нас совершенно все по-другому Чтобы радовалась душа Кстати я вам открою секрет Это не мазут Давайте пройдем внутрь Тогда и посмотрим Пойдемте Слушайте А лифт с кондиционером На улице 33 градуса Лифт с кондиционером Заходи Это наш младший научный сотрудник По общим вопросам Давайте подниматься Женщин на борт не берем И это производственная площадка 20 футбольных полей 750 метров длиной 425 шириной Заходим Это самый современный цех Сегодня в мире Немцев обогнали Японцев обставили Чтобы построить вот это Объездили вообще весь мир Интерпайп, Европайп, ИСС Шанхай, Китай Все Взяли самое лучшее И сделали вот это Чтобы попасть сюда Нужно было Как в МГУ На юридический факультет 12 человек на место 12 человек на место А сколько 1420 человек Их нужно было набрать Город Челябинск Он хоть и большой Но для такого цеха Нужны были узкие специалисты Потому что любой датчик Стоит миллионы Все что сломал Стоит миллионы И мы много чего Переломали и меняли Вот Полное кондиционирование Всегда обычно 22 градуса В цехе Зимой и летом 22 градуса Всегда? Всегда Зимой и летом Слушайте, ну круто Я, естественно Как и многие люди Моего поколения Были На практике На заводах Что это всегда? Действительно Всегда грязные руки Ветошь Запах вот этого Масла какого-нибудь Да? Или стружки Пойдемте Посмотрим дальше Вадим А для чего Где эти трубы Используются? Это трубы Большого диаметра 1420 Именно вот сейчас Идет проект Баваненкова Ухта И мы делаем этот проект То есть это идет газ И нефт Это нефт Это нефт Вообще мы делаем Водоказопроводные Трубы большого диаметра Самый большой диаметр 1420 Самую большую стенку Мы можем делать 45 А что здесь конкретно происходит? Здесь происходит Именно маркировка трубы Маркировка То есть номер На каждой трубы Вот смотри Какой принтер Синий Я поджарствую Часовый принтер Я хочу отражать Трубы здесь За рождение Какие на эти трубы Гарантии Вот если например 50 лет 50 лет А что происходит Если вдруг труба повреждается И видит Какой у нее номер? Таких не было Единственное Что если труба повредилась И где-то ее изловили В любое время Сегодня 14 Сегодня 15 мая 2014 года Время такое-то Именно эта труба Проходила Вон того Иванова Ивана Ивановича И мы его берем И смотрим И насилуете Как тулин Да Но это не поможет Потому что мы понимаем Если эта труба Где-то пахнет в море Либо на съезднике Либо еще Это будет катастрофически Потери Это просто Ну Это экологический кризис Понимаю Поэтому Этого мы избегаем И ни разу такого не было Не в предыдущем цехе Которой был 6 И вот уже Мы работаем 4 года Таких из цехов у нас не было Потому что Вот эта труба Проходит 21% контроль Ну как вы понимаете Завод открывал президент В свое время И вот смотрите Какой огромный Это что такое? У нас в технологической текочке Присутствует два пресса Мы можем делать Как 12-метровую трубу Так и 18-метровую И у нас в потоке Стоит по шофе 18 Это пресс по шаговой формовке 18-метровой И есть 12-метровый Таких два Это он сейчас фигачит трубу Да Он делает пошаговую заготовку Которая в дальнейшем На сборосварочном стане Получает первый Технологический шок Уходит на внутренние станы А потом на наружные Вадим А при самом большом диаметре трубы Сколько ему надо минут Чтобы отбабахать трубу целую? Две с половиной минуты Две с половиной минуты И готова труба Вадим Не могу не спросить Почему называется Высота 239 И красная точка Потому что версия такая Что это построили японцы И поэтому японские пасы Эту версию мы сразу Этот миф разбиваем Именно об этой галереи Которой мы стоим Именно вот на этой галереи Высота 239 Над уровнем моря И все наши конкуренты Находятся где-то на высоте 214 189 А мы именно построили Вот эту галерею На уровне 5200 И если над уровнем моря Брать Это 239 И поэтому мы назвали Цех именно так Чтобы быть на голову выше А потом все-таки Разогревается электродами И образует шов Вон там у нас Новые катушки Заготовки Да Вадик А сколько весит Каждая такая катушка С медью Примерно Не сильно большая 5200 Тонна 600 Тонна 600 Да Зависит от сортамента Зависит от поставщика Смотря у кого берем У нас 3 завода поставщика То около Тонна 200 Но медь берете здесь же В Челябе Нет Это фирменная Фирменная медь Мы варим на фирменной Медь пока не берем Пока не берем Они варят фирменную медь Такой встречи С читателями У меня еще не было Здравствуйте Товарищи Спасибо большое Что вы Оторвались от работы Здравствуйте Какая у вас красота Что здесь происходит Расскажите Здесь сидит начальник Смены А кто сегодня начальник Смены Алексеев Вот товарищ Алексеев Адрей Вот смотрите Похоже Похож В общем-то Здравствуйте А присядьте пожалуйста Как вы сидите То есть сидя А что это за экран Он наблюдает за производственным процессом Так Значит это все записывается Контролируется Сделано Для того что цена ошибки миллион Одна труба стоит миллион рублей Одна труба миллион Одна труба миллион Одна тележка нормальной Доброкачественной Мерседес А вот такая тележка Она стоит 2300 Нормальный Таких тележек 56 Вот Поэтому одна труба миллион И если Андрей что-то пропустит Или любые люди пропустят Ну что с ней взять Если у них зарплата допустят 3000 долларов Цена ошибки миллион Труба автоматически уходит в низший сорт Она теряет свои денег Поэтому чтобы они не говорили Что Но есть какая-то норма брака 99,9% годной продукции Норма брака всего лишь А кто поставляет Кто поставляет вам сталь Сталь Наши коллеги С ММК Тарис Рашников Ну это здесь В России Это находится В Тогорске Сего лишь 250 А вот эти ребята Девушки Они чем занимаются Пойдем Посмотрим на девушек На девушек Девушки на заводе Заводчан Настенька Вот посмотрите Какие девушки У вас Вот обычно Обычно А производства говорят Что Вот первым делом У девушки выпадают волосы Волосы Не выпадают Волосы свои Да У вас таких нет Нет Вас как зовут Марина Марина А вы чем здесь занимаетесь Я инспектор Инспектор Ну ладно Извини Я даже не знаю Честно говоря О чем говорить С девушками Они производят Вчера девушек И да Да Но есть товарищи Постарше Да А вы давно здесь работаете Да Сколько уже С открытия цеха Да А Путина видели Путина не видел Лично нет Нет А вообще По телевизору Да Неоднократно Значит смотрите Мы примерно На середине Этого гигантского цеха Кстати Какая длина у него 750 метров Та часть Где трубы делают А это Где их проверяют То есть Ровно такой же Кусок До проверки Потому что Еще раз напомню Одна труба Лимон Лимон Это себестоимость Или цена Цена Себестоимость 990 Друзья мои Мы только что Были с вами Вот на этом мосту Теперь мы пришли В соседний цех И здесь Правят бал Дробеметчики Вадик Иди сюда Значит я так понимаю Что простреливают Дробью Нет Это склад Полуфабрикатов А почему дробеметы Дробемет Это чтобы очистить Наружную поверхность Либо внутреннюю поверхность Пить покрытие Типа шлифовка Да Шлифовка Да Мы сейчас я это покажу В дальнейшем Мы увидим Ну смотрите Здесь их значит очищают А дальше уже трубы Которые покрывают Сколько Трехслойное покрытие Трехслойное полиэтиленовое покрытие А сколько времени занимает Вот процесс покрытия Примерно Две с половиной минуты Все по две с половиной Ребята Вадик привел нас К так называемому Саду камней Смотрите Труба загоняется внутрь А там находится сушильня Потому что труба Покрывается краской Изнутри А снаружи Тремя слоями полиэтилена А сверху Над этой сушильней Гигантского размера Смотрите Наверное это Ну не футбольное поле Но типа того Находится сад камней А Вадик А какого размера По площади Вот эта поляна Ну она не сильно большая 30 на 30 30 на 30 А камням то нельзя пройти Я думаю что Продискечение можно Здесь 22 Килограмма на квадратный сантиметр Камни конечно пластиковые Это Бутафори Но это живой сад Нам надоело территорию мыть И мы придумали вот это А это уже изобретение Это изобретение Мы раз в месяц Просто вот это вот Перекладываете Перемешиваем У нас снова чисто Все А сакуры мы раз в год моем Сакуры моют Раз в год Мы с вами говорили Вот перед тем Как сейчас зайдем В камеру Где охлаждают трубы О дробиметном цехе Короче вот Обратите внимание Вот этот куб Коричневый Внутри Дробью труба И качается Значит по полной программе И вылезает наружу Она становится чистой Да А перед ней слева Она еще грязная Правильно А сколько Где вы дробь берете Дробь французская И наши российские аналоги И российская Вот она Пакет Смотрите А дробь то она как На белку пойдет Или крупнее Или на медведя Какого она диаметра примерно Примерно Это уже диаметр Примерно Да Если ссыпать патроны То пойдет Патроны можно смело Подносить Если что Ребята Если что То дробь в Челябинске Емкости Которые похожи На карандаши Там внутри Пластиковая Ну как сказать Основа Которая Гранулированная Поступает вниз Смешивается Разогревается И получается Пластиковая пленка Правильно А снаружи Вроде бы карандаши Знаешь Как говорит наш Аудиоредактор Витус Хорошие карандаши Хочется сказать Стоя рядом С этим аппаратом Осторожно Двери закрываются Посмотрите Это очень напоминает Вагон электрички Какой-то Ну например Как это называется Из Москвы Питер идет Стрела какая-нибудь Да или Ну в общем Экспресс Какой-то Междугородний А на самом деле Вадик Что там На самом деле Это туннель охлаждения Туннель охлаждения Туннель охлаждения А мы сможем туда залезть Туннель охлаждения Ну мы в него заглянем Давайте заглянем Потому что там Все-таки льется вода Заглянуть В бездну Ребята Мы подошли К самому Настоящему Электрическому Пеклу Вот посмотрите Внутри этого Правого Большого Контейнера Температура Где-то 270 градусов Да Или 30 270 270 градусов На разогретую трубу Видите В три слоя Накладывается Полиэтиленовая упаковка И сразу после этого Не И сразу после этого Труба Окунается В камеру охлаждения Да А температура воды Какая Стандартная Стандартная температура Где труба Находится Несколько минут И остывает Да И пленка Соответственно Еще лучше Прилипает Да К поверхности Ну очень Плепет Какая Мы с вами Видели Такие вот Ржавенькие Немножко Трубы Да Такого Желтого Цвета А вот Какого они Цвета После дробемета Да Они становятся Ну не зеркальными Ну не белого Уже Да То есть Все грязь Счищают При помощи Охотничьей Дроби Сколько Козлов Львов И тигров Спасает Этот завод От того Чтобы их убили Этой дробью Ну и сердцем Любого предприятия Является Пункт Кормления Рабочих Друзья Мы посмотрим Как выглядит Местная столовая Начнем Мы естественно С умывальников Да Торг В лучших гостиницах Планеты Так Ханс Грое Кстати Компания Ханс Грое Может прислать Нам отдельно Подарок Чтобы долго В столовой Не засиживались Все заходят По пропускам Вот здесь Магнитная Штучка Куда нужно подставить Электронные пропусы Тогда только ворота Откроются Если я пришел 12.10 И у меня обед 30 минут То я не засиживаюсь Потому что Если я щелкну Придет злобный мастер И спросит Почему ты так долго Питаешься Пойдем Пойдем Посмотрим Что здесь есть Интересного Ну там Понятное дело Кухня Open Air Можно видеть Как в принципе Готовится пища Здесь бар Да Да С улики Стой Пойдем Ну что Можно даже Немножко покачаться Круто Нелли Вы не хотите Присесть рядом С тобой Жаль Так Но Чтобы люди Не расслаблялись Во время еды Они все равно Видят трубы Ну и в баре Давайте посмотрим На ассортимент Бара А кстати говоря Сколько стоит Работнику Поесть 60 рублей А компот Входит туда Все остальное Аксонер Орешки Орешки Пирожки Даже мороженое Здравствуйте Здравствуйте У вас все есть У вас все есть Напитки Газировки Да Можно нам Холодненькой Шоколадки Но это все Уже дополнительные Вы выбираете Какую вам газировку И скажите Мы хотим Холодную газировку А у нас У нас Значит Дорогие друзья Дайте спокойно Попить холодной газировки Большой тест-драйв Отправляется Большое путешествие По большой стране Нижний Новгород Казань Самара Уфа Челябинск И Екатеринбург Мы честно Расскажем и покажем Чем и как живет Большая страна Если ты Товарищ Хочешь стать Героем наших выпусков Из твоего города Если ты хочешь получить Много масла От компании Матюр Больше масла Матюр Сынок И Совсем много Матюр Участую В наших специальных выпусках Большого тест-драйва Пиши Страна-собака Бетадрайв.ру И выиграй Это масло Сынок Слушайте нас Каждое утро На маяке Смотрите наши Специальные выпуски На нашем канале На ютубе Большая страна Большой тест-драйв Стань героем Поиграй в масло Аааа Аааа Актер Мы Актеры Зато масло По-честному Раздаем Пиши Актеры 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 Актеры